Также у любого объекта в языке Python есть тип. Тип определяет то, что мы можем сделать с объектом. Если у объекта вообще длина, длинный он или короткий, можем ли мы сложить два различных объекта, все это определяется прежде всего типом объекта. И если тип объекта, например, числа, то мы, конечно же, можем их сложить. А если это строка, то у нее есть какая-то длина. Также тип объекта определяет возможные принимаемые значения. То есть если мы говорим, что тип объекта это, например, целое число, то мы не сильно удивимся, если он принимает значения 0, 14 или 31. Таким образом, в языке Python тип определяет поведение объекта и тип определяет возможные принимаемые значения объекта. Прежде всего стоит отметить, что тип объекта не меняется в течение жизни объекта, потому что пока объект существует, мы ждем от него примерно одинаковое поведение. Узнать тип объекта в языке Python можно с помощью встроенной функции type. И я предлагаю сделать это вам прямо сейчас. Давайте проследуем примеру со слайдов. Давайте с вами создадим список, уже столь нам полюбившийся 1, 2, 3. И снова переменный x. Выведем тип x и выведем тип 4. В выводе мы увидим класс list и класс int. Что такое класс мы узнаем с вами в одном из следующих уроков. List это стандартный тип, отвечающий за список в языке Python. Здесь и далее, если я говорю список, я имею в виду лист, если я говорю лист, я имею в виду список. int отвечает за целочисленный тип данных. И тогда понятно, почему эти классы отличаются, потому что, в общем-то, мы взяли 4, мы взяли список. Также, как я и говорил, типы в языке Python также являются объектами, поэтому можем попросить вывести на экран тип типа x или идентификатор типа x на ваше усмотрение. И убедиться в том, что тип типа x это класс type. Я советую не пугаться вам этого примера. Очень скоро мы с вами привыкнем к тому, что все в Python есть объекты.